МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей Республики на телеканале Регион 12. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Дарья Разинова. Комфорт, удобство и чистота. В МРИЛ в этом году будет сделан новый шаг в благоустройстве населенных пунктов. Программу преобразования, реализуемую в регионе в течение нескольких лет, поддержали на федеральном уровне. С этого года Республика включена в федеральную программу «Комфортная городская среда». В рамках проекта планируется реконструкция, благоустройство и создание новых общественных пространств, мест массового отдыха и так далее. В Вишкороле преобразования начнутся именно с общественного пространства, с аллеи здоровья. Ежегодные подтопления, от которых гниют деревья и кустарники, активность клещей и общая неухоженность. Уже в этом году аллея здоровья будет избавлена от своих хронических проблем. Популярное у горожан место отдыха получат второе рождение в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Сдвиг с мертвой точки в реконструкции аллеи произошел по инициативе депутатов-единороссов, которых поддержали в этом и активные горожане. Мы вышли с инициативой, что нужно аллею здоровья оставить. Сделали такой акцию-пикет, сбор подписей, выходные дни. Вышли с этой инициативой к мэру города, с тем, что все-таки аллея должна быть сохранена, что аллеи надо приводить в порядок. И на сегодняшний день существует такой проект, что там будет сделана, я так понимаю, грандиозная реконструкция в этом году. И буду надеяться, что это будет одно из любимых мест, так как у нас есть уже и бульвары, и парки, я думаю, аллея здоровья будет примерно в таком же формате. Реконструкция аллеи здоровья должна стать первой ласточкой в реализации масштабной программы «Комфортная городская среда». В Яшкар-Алее есть десятки территорий, безотлагательно требующих благоустройства. И очередность их реконструкции будет определяться при непосредственном участии горожан. Город Яшкар-Ала на самом деле лидер с точки зрения структурирования общественного мнения. У нас есть десятки ТОСов, территориально-общественного самоуправления. У нас есть лидеры общественного мнения, которые четко и жестко указывают нам, куда в первую очередь следует направить муниципальные финансы. Поэтому мы собираемся еще раз не кулуарно, не местечково решать эти проблемы, а выслушать предложения муниципалитетов и выслушать предложения, прежде всего, общественности относительно того, что в первую очередь стоит сделать в городе Яшкар-Алее и в соответствии с этими предложениями действовать. Депутаты городского собрания одобрили инициативу яшкар-Алинцев по реконструкции аллеи здоровья, которая должна стать одним из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы. Отмечу, что реконструкция сохранит первоначальное предназначение аллеи, которая останется зоной для прогулок, занятий спортом, игр с детьми, став при этом куда более комфортной. 55 лет со дня заступления на боевое дежурство. В Киевской житомирской ракетной дивизии отметили юбилейную дату. Ракетному комплексу принадлежит одна из ключевых ролей при решении ряда отведенных для него задач стратегического сдерживания, отмечают в Минобороны страны. Но несмотря на всю серьезность возложенных задач, ракетчикам удалось найти время и для торжества, на которое пригласили и ветеранов, и почетных гостей. В доме Юрия Волкова, полковника запаса, книги о ракетных войсках занимают почетное место. Особенно те, на страницах которых написано о его родной Южкаролинской дивизии. Он и сам автор четырех изданий о военной службе. Вспомнить есть что. Еще в 67-м он был переведен из Казахстана в Мариел. В нашей дивизии возглавил службу контроля прицеливания и астронома геодезического обеспечения. Другими словами, отвечал за точность прицеливания ракеты. Ракетные войска с лидического назначения, ну скажем, пожалуй, являются единственным гарантом существования нашего государства. Каждый, кто служил в Южкаролинском соединении, на этом юбилейном концерте вспомнил что-то свое. Поздравил ракетчиков и глава Мариел Леонид Маркелов. Южкаролинское соединение есть и в его биографии. С 86-го по 92-е годы он служил в военной прокуратуре. Потому в зрительном зале, отметил глава Мариел, много знакомых лиц. Дивизия настолько известна, что, я не знаю, вышло ли больше командующего состава излишком дивизии, чем какой-либо дивизии еще. Это и командующие ракетными войсками, и заместитель министра обороны, и командующими другими родов войск. Я от всей души сегодня поздравляю всех ветеранов, военнослужащих дивизии с праздником, желаем им личного благоволучия и успехов. Правительство республики Мариел делает все, чтобы служба офицеров на территории республики была комфортной. В числе почетных гостей и генерал-полковник Анатолий Перминов. В прошлом командующий космическими войсками, руководитель Федерального космического агентства и его биография связана с ежкаролинским соединением. Им он командовал в 80-х годах прошлого века. На его памяти произошла мировая сенсация. Дивизию впервые в стране вооружили ракетными комплексами, в том числе межконтинентальной дальности мобильного базирования «Тополь». За минувшие годы состоялось порядка тысячи тренировочных пусков. Все без единой аварии. Как говорят военные, «Тополь» не только самое надежное, но и самое точное в мире оружие мегатонного класса. Если в целом, конечно, по результатам судить, то дивизия заняла первое место в ракетных войсках. Но эта дивизия всегда занимала ведущие в основном места. Когда я командовал, она занимала тоже первые места. Бымпел министра обороны нам был присужден. И, в общем-то, дивизия всегда была на хорошем счету. Но первое место просто так, конечно, не дается среди дивизий с самоходными пусками и установками. Я считаю, что это не просто очень здорово, а это очень хорошо. Из событий недавних, знаменателен октябрь 2016-го, на космодроме Плесецк был проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». В запуске приняли участие военнослужащие Южкаролинского соединения. И впервые в их числе была женщина Инна Нигматулина. Женщина – это не помеха на корабле, как оказалось. Когда я увидела этот момент, я поняла, что женщина совершенно не помеха, даже, может быть, она поднимает дух нашим мужчинам военным. В конце прошлого года дивизия и вовсе вздохнула полной грудью. На вооружение поступили новые комплексы пятого поколения «Ярс». Аналогов в мире нет. Лично став дивизии за ветеранов, которые своими предыдущими победами заложили будущее, которое сейчас реализовано в нашей 14-й ракетной дивизии. Сейчас дивизия находится на этапе перевооружения на новый ракетный комплекс «Ярс». Это уже не секрет. Поэтому все, что сделали ветераны в предыдущие годы, оно сейчас реализовывается и достаточно грамотно эксплуатируется. И уверен, что все это обойдет на пользу нашей стране, нашей Великой России. За 55 лет ракетные войска стали отдельной кастой военных. Главные качества, которые ценят здесь, это выдержка, внимание и спокойствие. Каждое действие проверяют трижды, потому что одна ракета стоит сотни миллионов рублей. Один пуск – сотни миллионов жизней. Именно поэтому здесь нет места случайным людям. Сегодня в Яшкарале сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки по выявлению на дорогах нетрезвых водителей. Основная цель рейда – недопущение управления транспортом в состоянии опьянения и пресечения подобных фактов. Напомню, что тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудниками госавтоинспекции любого автомобиля на определенном участке дороги. В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение окажется инспектором странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ. Если водитель не вызывает подозрений, то ему разрешается продолжить движение. По предварительным данным, именно по вине пьяного водителя в минувшие выходные произошла авария, в которой пострадали дети. Как сообщают в ГИБДД Республики на трассе Шилангер-Марке, водитель 15-й, у которого впоследствии были обнаружены признаки опьянения, превысил скорость и столкнулся с Тойотой, в которой ехала семья с тремя детьми. Сам нарушитель был помещен в реанимацию. Также была госпитализирована 37-летняя пассажирка иномарки и 6-летняя девочка. Все дети были пристегнуты, что позволило избежать серьезных травм. Обстоятельства случившегося выясняются. В ГИБДД призывают всех жителей Республики, если вы стали свидетелем грубых нарушений правила дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть МВД. Управляющие компании будут платить штрафы за неправильно рассчитанную плату за коммунальные услуги. Сумма штрафов составит половину от излишне начисленной суммы. Избежать штрафа можно будет только в том случае, если выявлено нарушение устранят до обращения в контролирующий орган или до оплаты квитанции потребителям, а также когда такое нарушение произошло по вине потребителя. Например, неправильно переданы показания прибора учета. Штраф уплачивается на основании письменного заявления потребителя. Если порядок начисления платы за коммунальные услуги действительно был нарушен, то исполнитель, в зависимости от выбранного способа управления, управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация, должен не позднее двух месяцев со дня получения обращения заявителя снизить размер платы за соответствующую коммунальную услугу. Надеяться только на себя, свои силы, помощь семье и не уповать на заботу со стороны. Те, кто живет исходя из этих принципов, а таких людей немало, не привык жаловаться на обстоятельства, например, на недостаточную заботу со стороны государства, низкую зарплату или урезание льгот. Особенно недостинание, если рядом есть близкие люди, нуждающиеся в поддержке и защите. Отметив серебряную свадьбу, Григорий и Светлана Лебедевы взяли на воспитание в семью пятилетнюю девочку Танюшу, которая осталась без родителей в три года. Супругов не смутило, что у малышки был страшный диагноз – детский церебральный паралич и масса сопутствующих заболеваний. Просто посоветовались с сыном, служившим в то время в армии, и приняли решение. Таня – внучатая племянница Григория Николаевича. Диагнозы Танюшки Лебедевых не смутили. Тем более, что детский хирург Александр Гаврилов согласился оперировать девочку еще до того, как супруги оформили на нее документы. Когда ее взяли, она только на коленках сидела, как лягушонок. Руки-то вот руками-то могла двигать. Вот именно Александр Ильич, именно ему спасибо, что он дал надежду нам поверить, что мы сможем. Он нас как-то вдохновил, что ли. За свою маленькую жизнь Таня перенесла пять операций. Врачи и родители не спешили. Делали все размеренно. Боялись навредить, потому что случай был слишком тяжелый. А в Чебоксар мы тоже случайно попали. Здесь профессор с Чебоксарского ортопедического центра приезжал, осматривал детей. Видимо, он посмотрел, посчитал, что есть перспектива. И Танюшка молодец. После первой операции было очень больно. Поехали в вторую. Она сказала, больше не поеду. Мы говорим, год жди. Вот если ты гласишься, поедем. Нет, так не поедем никуда. Год прошел, но я согласна. Взявшись за лечение и восстановление приемной дочки, Лебедева надеялись только на себя. Признаются, не думали просить у кого-то помощи, рассчитывать на льготы от государства. Ведь взять в семью ребенка-инвалида было их сугубо личное решение. Однако реальная поддержка была и есть. За что супруги, конечно, благодарны. Это и пенсия по инвалидности девочки. И бесплатный проезд к месту лечения и обратно, который распространяется в том числе на того, кто сопровождает Таню. Ну, в общем-то, нам рекомендации дают, когда мы ездили, что, в общем-то, два раза в год надо проходить этот диспансер, где-то он называется, реабилитацию, Ну да, стационар. Там лечение, там массаж, там флакат, там парафин, элитрофорез, в общем-то, и уколы делают два раза в год. Вот, это бесплатно, да. Это все бесплатно, да. И там, в общем-то, хорошо. Мне даже нравится больше, чем когда в санаторию ездили. Устаю я от санатория. Мы накопили денежку на юг съездили в этом году, очень хорошо. Прошло? Ну да, прошедшим летом. Первый раз море увидела девчонка. Да, обувь получаем. Ну, это по программе реабилитации. Вот, вот, обувь. Окруженная большой любовью и заботой, сегодня 16-летняя Танюша – настоящая гордость семьи и учителей. Хотя в школу Таня ходила только в начальную. А сейчас учится на дому, по скайпу и с учителями, которые приходят с ней заниматься по расписанию. Я учусь во второй школе, в среднеобразовательной школе. Мне очень нравятся педагоги в ней. Очень люблю химию, биологию. И, конечно же, очень благодарна своей первой учительнице, которая сидела со мной до шести вечера и просто не унималась, пока я не напишу вот эту буковку, вот эту циферку. Так что безумно обожаю учителей и люблю учиться, хотя не всегда. Сейчас я в школу только редко хожу на выступления. Кроме учёбы я делаю клипы. Я занимаюсь переводами песен. Я пишу некоторые рассказы там и иногда пишу стихи. В зависимости от того, как у меня вдохновение пойдёт. Очень люблю Эдгара По из зарубежных писателей. А из наших русских мне нравятся Чехов и Фёдор Достоевский. Григорий Николаевич и Светлана Семёновна изначально намеренно отказались от инвалидной коляски для своей дочки. И сегодня Танечка очень неплохо ходит. Правда, только с их помощью. Таня и мама ежедневно гуляют. Обычно идут пешком до книжного магазина, в музыкальную школу или на танцы. Кстати, мама Света не только танцами, но и рок-музыкой увлеклась дочкой. Говорит, словно второй раз в молодость окунулась. А ещё девочке приходится много заниматься на тренажёрах. Поэтому в её маленькой комнате есть аж четыре её незаменимых друга. Ещё рассказать вот про этого оленя. С рогами. Потому что с рогами, действительно. Вот на нём я бываю чаще, чем на турнике. Это я могу сказать. Но средний мой предел это где-то 500 шагов. 500-600 шагов. Нужно верить прежде всего в самого себя. Никогда не нужно быть вот такой тряпкой. Даже если себя хочется пожалеть, никогда не нужно этого делать. И я искренне верю в тех, кто действительно идёт к цели. Даже больно, даже вот хочется уже всё, от всего уйти. Никогда нельзя этого делать. Поэтому я только желаю терпения и труда. Мошенники продолжают играть на доверии пожилых жителей Мариэл. Так 80-летняя Ишкароленко впустила в дом незнакомых женщин, которые украли у неё все сбережения и золото на общую сумму в 325 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД Республики, мошенницы проникли к старушке под предлогом того, что хотят снять с неё порчу, пояснив, что для обряда им понадобятся деньги и все ценности, которые есть в доме. Улечив момент, злоумышленницы выкрали принесённый старушкой свёрток. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Правоохранительные органы обращаются к жителям республики с убедительной просьбой рассказать своим пожилым родственникам о возможных уловках преступников. Республика Мариэл в числе самых популярных туристических маршрутов России. Ежегодный туристический рейтинг по итогам прошлого года предоставило Агентство туристической статистики. В рейтинг включены самые популярные города и регионы России для внутреннего туризма, а также самые популярные у российских туристов зарубежные страны. Абхазия, Таиланд и Грузия стали лидерами выездного туризма по итогам 2016 года. Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными у туристов городами России. Среди регионов в сфере внутреннего туризма тройка лидеров – Краснодарский край, Московская область и Крым. Республика Мариэл заняла 15 место в числе самых популярных туристических регионов страны. Отмечу, что среди региональных соседей республики в топ-20 лучших маршрутов для внутреннего туризма отмечен Татарстан, а вот ни Кировская, ни Нижегородская области, ни Республика Чувашия в числе туристической привлекательности не отмечены. Информационная программа «12 новости республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах ТВ «Регион-12» в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok